Динамика и порядок процесса в Царство. То, что мы наблюдали здесь, это множество беспорядка. Я не имею в виду школу, но в городе, в этой местности, в этом районе. И Божье Слово постоянно показывает, что Он – Бог порядка. Интересно, что в Библии Бог показывает нам свой порядок через праздники. Поэтому мы не должны праздновать праздники, как какие-то ритуалы. Но у Бога есть определенные цели в праздниках. Семь праздников, в которых есть определенный порядок. И мы видим, как Исаия говорит об этом порядке. Вы видите, внизу, и тут идет такая схема, схематическое представление. И когда был последний раз, вы помните, как я говорил о Розенцвеге, о том, как он учил о праздниках, и как праздники переходят от Творения, к Откровению и потом к Искуплению. И он видел, что все мы несем Божьи Откровения. То есть Бог создал нас, и Он дал нам особые дары, для того, чтобы мы олицетворяли Его творение. И Бог сделал три вещи, когда Он нас создал. Во-первых, творение, то, как Он создает людей физически. Потом Он дает нам дары Откровения внутрь. Он сказал Своё Слово, а затем вдохнул Свой Дух в нас. Поэтому очень важно, чтобы мы соединяли Слово с Духом. И затем Он говорит, чтобы человек испытал Его искупление, Его покой. И также мы знаем, исходя из того, что мы молились за многих людях, что люди не находятся в покое, в месте покоя, покоя и целостности или наполненности. Он хочет, чтобы мы были в состоянии мира, в состоянии покоя, вместе с Ним. И нет этого мира, нет покоя. Люди разочарованы, подавлены. И все хотят этого мира внутри. И Бог проводит нас через этот процесс, чтобы привести нас к состоянию покоя и мира вместе с Ним. И каждый день в жизни мы что-то проходим, испытываем, что мешает этому миру. И мы посмотрим, какой процесс Бога, чтобы дать нам этот мир. С одной стороны, Розенсвейг видел, что Шаббат — это лишь небольшой образ, небольшая картина всех трех праздников. Допустим, в пятницу вечером отмечаем то, что Бог сделал, создал в течение всей недели. Поэтому мы тогда празднуем творение. Страмбурно, в шаббатном служении, мы читаем Слово, и Бог дает нам откровение из Своего Слова. И если взять уже послеобеденное время, вторую половину шаббата, субботы, когда мы испытываем покой, общение и искупление. И даже Розенсвейг видел, что в книге Исаии есть эта цепочка из творения, откровения и искупления. И это как отдаленный взгляд на избавление в пророчествах Исаии, которое придет из отрасли корня Исеева. То есть творческий процесс творения, творческий процесс Бога, или процесс творения, начинается с того, когда Мессия приходит от корня Исея. И затем этот процесс приходит к завершению, когда Он говорит, что волк будет пастись с ягненком. И этот отрасль или же отрасль в одиннадцатой главе Исаии. А в 65-й главе волк лежит рядом с ягненком. Поэтому с начала Исаии до конца проходит целый процесс. И мы говорили о волнах в Исаии. И помните, как Бог открывает трехлетний план в 37-й главе Исаии. И мы видим, что эти волны, как общая картина, они начинаются, затем они приближаются все ближе и ближе, и все это происходит в течение трех лет. Но это всего лишь один пример. Некоторые циклы требуют семь лет, чтобы проходить. Поэтому суть в следующем. Бог начинает что-то, и затем эта волна нарастает и подходит к своему завершению. Также мы видим, что по циклу идут годичные праздники. Потому что каждый год Бог творит что-то новое. И важно понять, что Бог обязательно проводит процесс. Будь это годичный цикл, трехлетний или семилетний, Бога есть в свой определенный порядок. Когда вы идете в школу, вы изучаете определенные предметы. Так, чтобы в конце этого процесса вы смогли исполнить свою работу, которую вы хотели научиться. Поэтому Бог – это Бог порядка. И все, что Он делает, Он проводит нас через этот процесс, в соответствии с этим порядком. Так же, когда мы говорили о духовной битве, для того, чтобы, например, владеть синагогой. Мы не просто идем и случайно молимся с какими-то случайными молитвами. Но Бог показывает нам стратегию. И проводит нас через процесс. Как мы говорили о один уровень за следующим уровнем и так дальше. Поэтому начало Божьего процесса – это творение. И как в первом пункте «Переживание, праздник опресноков» – творение, спасение и плодовитость. Так же, как на Песах мы отмечаем избавление от Египта. Это больше, чем просто избавление или спасение. Так как Бог начал процесс создания чего-то нового. Мы видим этот процесс, когда израильтяне проходили через пустыню. Процесс начался тогда, когда Он их высылает из Египта. И они пересекают Черное море. Но также нужно было пройти еще очень длительный процесс, прежде чем перейти в Иордан и войти в обетованную землю. Он не просто сказал, «Хорошо, перейти в Божьем море и вы автоматически в обетованную землю». Так же, как люди хотят, чтобы за них помолились, чтобы Бог автоматически решил все их проблемы. Нужен процесс. Поэтому, во-первых, они отметили Песах и пересекли море. Но что произошло на Синае? Бог являет Своё Слово. И в тот же время, когда они праздновали Шавуот, пришел Дух Святой. Позже. Поэтому мы отмечали творение Бога и спасение Бога посредством нашего перехода через Красное море. И затем мы видим, празднование Откровения Божьего, когда мы приняли Его слова на Синае. И затем, когда Бог завершает процесс искупления у Иордана. Вы понимаете этот процесс. И затем, что произошло сразу после того, как они пересекли Иордан? Они снова праздновали Песах. Так как один цикл завершился по их пересечению Иордана. И начался следующий процесс, следующий цикл. И как же этот процесс начался? Упали Ерихонские стены. То есть, стены Ерихона пали, это было новое начало в обетованной земле. И также еще понадобилось 11 глав из книги Иисуса Навина, чтобы снова увидеть весь этот процесс от начала до конца. Еще множество им битв предстояло. И им предстояло завоевать еще много земель. И интересно, в конце 11 главы Иисуса Навина, там сказано такие слова, что наконец-то они вошли в покой. И поэтому было очень множество духовных битв, прежде чем они смогли войти в покой. И поэтому я сделал некоторые заметки о творении Бога, о Его спасении и плодовитости. Во-первых, я говорю, что Бог всегда творит новое. Как Он творит? Он говорит Своё Слово и вдыхает Свой Дух. Он говорит, что я буду делать что-то новое. Он всегда делает что-то новое в вашей жизни. Он хочет сделать что-то новое в городе. Но это происходит тогда, когда Он скажет Своё Слово и изливает Свой Дух. Поэтому как же Он творил в начале? Он отделил свет от тьмы. То есть отделил истину от лжи. Он отделил благость от зла, добро от зла. Он отделил праведность от греха. Потому что только истина освобождает нас. И очень важно, чтобы мы понимали весь этот процесс. И даже в Исаии 62,9 сказано. И Исаии 42,9. Вот предсказанное прежде сбылось и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Когда я молился о людях, я заметил, что множество проблем из прошлого. И они должны позволить, они должны отпустить прошлое и позволить Богу творить новое в жизни. И дальше, Исаия 43,19. Он говорит, «Боже, я делаю новое, и оно появится, неужели вы этого не хотите знать?» И Бог говорит, «Я хочу сделать что-то новое, и у меня не получается пройти вперед, прорваться. Ты что, не понимаешь, что я хочу новое сделать?» То есть, такое ощущение, что Бог берет человека и начинает его расти и объяснять, «Я хочу новое сделать». И дальше он говорит, «Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне». Многие люди живут в духовной пустыне. Они сухие внутри. Они нуждаются в том, чтобы Дух наполнил их. Поэтому Бог говорит, «Я сделаю реки в пустыне». И затем Исаия 55,11 «Слово мое, которое сходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным». Но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Допустим, люди хотят, чтобы мы молились о них, они хотят получить Слово. Ну, Бог скажет Своё Слово истиной. И Он говорит, что Его Слово завершит то, что Он намерен сделать. И каким же образом это Слово исполнится? Он говорит в Исаии 65,17 «Вот я творю новое небо и новую землю». Прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. И Бог хочет создать что-то новое во всех нас. Что-то новое в городе. И для того, чтобы Бог смог создать что-то новое, нам из своего ума нужно убрать прошлое. Но для некоторых из нас это трудно. Поэтому Бог подводит нас к следующему шагу. Я назвал это переживание Шавуота, откровение и проявление Божьего Слова и Духа и пути преобразования. Одно дело, когда слышите Слово и слышите Истину. Совсем другое – пережить его в реальной жизни. И Бог должен произвести преобразование. Поэтому во всем том новом, что творит Бог, Он хочет явить полноту Своей истины. И Он хочет соединить Своё Слово и Своё Дух вместе. И таким образом Бог дает откровение. Бог хочет дать нам развлечение. Развлечение – понимание Его Слова и способность принять Его Дух. И также мы видим очень большое препятствие, что люди не позволяют Его Духу соединиться с Его Словом. И мы понимаем, что, как я говорю, последний пункт, который я делаю, это – это самая большая стратегия врага. И это – это обмануть людей и привести их в смущение, запутать. И если только Он их запутает, они не смогут понять откровения Божьи, которые открываются Его Духом. И следующая тематика я называю как единство с Богом. Бог хочет нас привести в абсолютное единство вместе с Ним. Он хочет, чтобы мы знали Его очень близко и понимали Его очень ясно. И я заметил, что многие люди просили молиться о них. Иметь более близкие отношения с Богом. Чтобы они смогли более ясно слышать Бога. И чтобы Слово Божье стало более реальным в их жизни. Именно с такой целью пришел Мессия. И мы видим, что в Иоанна 17, Иоанна 17, в стихах 21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И слава, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенные воедино. И да познают мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». И видите, как Бог в совершенном единстве. Отец, Сын и Дух Святой. Также мы заметили, что многие люди не знают любви Отца. И они не знают спасения Мессии. И у них нет откровения Духа Святого. Но даже в Исаии 12, он говорит, «Боже, Господь мой спасение, я вернусь и не боюсь, потому что Я, Господь, это моя мощность и песня, Он превратил мою спасение». «Бог спасение мое, уповая на Него, не убоюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Первое, что мы видим здесь – «Господь мое спасение». Следующее исповедание – «Я буду уповать и не убоюсь». Но мы заметили, что многие люди живут в страхе. Это откровение должно стать реальностью, как сказано, «Он стал моим спасением». Поэтому этот вопрос о доверии очень важен. Как Исаия снова говорит в 26 главе, «Упывайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Есть разница между тем, когда вы говорите «Господь мое спасение сегодня», либо же «Господь мое спасение навечно». Это не только в тот день, когда вы читаете стихи, или же в тот день, когда кто-то о вас молится. Это навсегда, это каждый день, навечно, когда вы читаете Слово, и оно реально для вас. И дальше Он оставляет нас в 43 главе. «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени Твоему, Ты Мой». «Я искупил тебя, назвал тебя по имени Твоему». И Он хочет, чтобы каждый человек имел свои личные и близкие отношения с Ним. И давайте перейдем к этому. Мы говорили о том процессе, через который нас Бог проводит. как Он нас проводит через творение, откровение и искупление. И мы говорили о том, как быть единым с Богом. И теперь мы рассмотрим ключевой момент, который только был поднят. Второй пункт – вера и доверие. Я сказал, что вера – это основание взаимоотношений с Богом. Поэтому очень важно, чтобы мы принимали Мессию как краеугольный камень. Как я сказал, противоположность веры – это страх. И общераспространенные причины страхов людей. Это страх прошлого из-за прошлого, что приводит к неверию. Страх в настоящем, что приводит к беспокойству. И страх перед будущим, что приводит к тревоге. В другом смысле, они не могут идти вперед, потому что они все равно могут идти вперед, потому что они все равно могут идти вперед, потому что все еще у них страх из прошлого, удерживают их. Что-то плохое со всеми нами происходило. Поэтому иногда мы держимся этого прошлого и не верим, что все изменится. Вот откуда приходит неверие. В один из вечеров, когда так много людей приходило за молитвой, я видела, как волна неверия, которую Бог хочет смыть. И это большая проблема. Прося молиться, люди приносят проблемы из прошлого. Поэтому, что первое нужно отделить – это страх из-за прошлого. Удалить их. Затем у нас возникают настоящие проблемы в настоящем. У нас есть счета, которые нужно оплатить. У нас есть ежедневные дела, работа, одежда, еда. Так много всего. Починить также сантехнику надо, там, где течет. Каждый день все то, о чем мы беспокоимся. Поэтому мы переживаем из-за прошлых каких-то вещей. Страхи в настоящем, что тоже приводят к беспокойству. И затем также беспокоимся о будущем. Как я сделаю завтра то, что надо сделать? Что же буду делать в Сибири, когда я в Сибири обратно возвращусь? На следующий месяц, что мне делать, когда уже школы не будет? Что я буду делать в сентябре? Все вопросы, связанные с будущим, о чем мы беспокоимся. Поэтому это нас возбуждает, и у нас появляются переживания. Увидите? Увидите? Всевозможные страхи. Итак, первое, что Исаия говорит в 7-9. Если вы не верите, то, что вы не удостоверены, не утвердились. И Бог не сможет утвердить вас, утвердить свое, если вы не верите. И наша вера должна быть настоящей, подлинной. Не так, что в один день молишься. Я верю, я верю, я верю. На следующий день переживаешь, беспокоишься. Исаия 8, 10, еще одна причина, почему у людей нет веры. Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится. Поэтому вопрос возникает, а что же у них за замыслы, какого рода? Это замыслы мира. Замыслы, которые есть мудрость человека. Похоже на это. А что ты думаешь по этому вопросу? А что ты думаешь? А какое твое мнение? Одни только мнения людей. Но чье же мнение они упускают? Мнение Бога. Так много людей составляют эти замыслы, советы друг с другом. Но они упустили самое главное мнение. Говорят они, с нами Бог. На самом деле они фокусировались только на человеческих мнениях. Видите проблему? Исайя 10 глава. Что произойдет в конце? Остаток Израиля, спасшиеся из дома Якова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложит упование на Господа. Это что-то важное я здесь вижу. Кто такие, спасшиеся из дома Якова? Можете это сравнить с тем, как спастись от человеческого мнения. Нам нужно спасаться от пути мира. Как иногда ты спрашиваешь, слышишь эту проповедь, эту проповедь, потом еще проповеди, наслушаешься, а потом думаешь, как же к истине прийти? Ты должен спасти свое личное уединенное место для молитвы. Остаться наедине с Богом. Потому что, как в конце сказано, ты должен будешь возложить упование на Бога. Все человеческие мнения не дадут тебе откровения, истины и свободы. Затем Исаия 28, 16. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный и крепко утвержденный. Что такое краеугольный камень? Это начальный камень, который мы строим, когда мы строим стену. Это основание, с чего начинаем строить. Также камень, как метка. Ты знаешь, как ты заходишь за здание, и у них есть плакой на стене, которая рассказывает историю о здании? Плакой? 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 Это, может быть, металл. Это металл. Это на стене, который отличает эту стену от всех других стен. Может быть, есть ли лицо героя или человека, и здание дадет к этому человеку? Я имею в виду, но это не все стены. Это только один стены. Или же, вы, допустим, возле здания какого-то находитесь, там камень особенный, и на этом камене может быть отпечатлен. Или имя, фамилия, или какой-то человек, или же какой-то образ, картина, скульптура, то, что укажет на историю этого здания. Или же на здании будет выгравлено или написано год построения этого здания. Или какое-то имя политика или мэра, которому посвятили это здание, потому что у него были какие-то замечательные идеи. Может быть, это как мемориал этому человеку здания. Поэтому, как и этот краеугольный камень, это отличительная особенность этого здания, так и Бог хочет быть нашим краеугольным камнем, чтобы наша вера была видна. Когда я молился на перемене, то Бог дал мне задание для вас. Это лучше, чем экзамен сдавать, не так ли? Это зависит от вашего задания. В принципе, это второе задание. Первое задание — это начать вести молитвенный дневник, чтобы вы записывали откровения Бога каждый день. И так как в следующий раз я вернусь, и некоторых из вас будут уже истории, вы сможете поделиться откровениями из своего дневника. Допустим, подойду к Игорю и спрошу, ну, какие откровения Бог показывал тебе на протяжении этого периода? И вот следующее задание, второе. Я верю, что каждому из вас Бог дал краеугольное откровение. И когда я говорю, Дух Святой это подтверждает, что это очень-очень реально. Вы узнаете, что это за краеугольное откровение. Потому что в вашем духе это будет очень-очень реальным. Это какая-то истина, которую Он будет в вас возвращать снова и снова. Или же Он вам будет это говорить, когда вы будете заполнять свой дневник. И то, что Бог сделает с вашим краеугольным камнем, Он построит новое здание. Потому что вместе с вашими всеми краеугольными камнями Которые станут крепким основанием. Это одно дело, когда один краеугольный камень. А другое дело, когда их множество. Кажется, где-то в Откровении 20 главе говорится. Откровение 21, 14. Откровение 21, 14. Откровение 21, 14. Откровение 21, 14. Что это говорит? Это говорит, что Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Стена города с двенадцатью основаниями, с двенадцатью именами апостолов. И еще в двенадцатом стихе. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Что это говорит, что говорит, в то motto, на蓮е, это其實 как в « atomsа», что это происходит. В тот момент речь идет para двенадцать, иная жизни всей вдова, цель совсем Tudo, или улицы? Мы не имеем с двенадцати этих mentioning. Вообще, мы имеем « troubles», есть « Heute». Да. Про ediyor чегоimpression 헤illing гける восемь. Д Matя PlayStation 12, или 14? Еще такая Però вот идем. И сейчас дело об fixedате! 12 говорит о городе. Я извиняюсь, это не 7, это написано. В 9 он говорит, «Видите, один из 7 ангелов, который был в 7 боли, который был в 7 последних плагин, пришел к мне и говорил, «Видите, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Итак, это очень важно, что стены и основания стены на небе с 12 основаниями, с 12 частями. Это 12 колен Израилев и 12 апостолов. И на чем строится все основания, все здания небес на небесах. Таким образом, мы сейчас говорим о синагоге в городе. И поэтому основание этой синагоги, которую Бог даст нам, будет основываться на ваших личных откровениях. И когда Бог будет давать вам личные откровения, Бог будет строить духовное основание. Вы это верите, вы это принимаете? И это свидетельство будет создать веру многих людей. Поэтому в следующий раз, когда я вернусь, покажите ваше откровение, которое является краеугольным камнем для вас. И мы сложим все эти краеугольные камни вместе. И мы поднимем все это для Бога в молитве. И мы так будем создавать то, что Бог хочет создавать. И когда мы так делаем, то происходит следующий шаг. Мы переходим к славе. Бог постоянно нас проводит через этот процесс преобразования. И в этой транссиции Он изменяет. Он изменяет нас от страха на веру. Он убирает ложь и дает истину. И, как говорится в Исаии 29.18, В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И в английском языке говорится «и смиренные боли будут радоваться и они распространятся, увеличятся в числе». И когда они увидят из тьмы и мрака, что это значит? В тьме все не ясно. Когда вы не можете фокусироваться. Когда вы на камере фокусируете линзы. Допустим, что-то было не четко, вы сфокусировали и теперь все ясно. И поэтому Бог будет прояснять эту картину. И как Он это делает, как он говорит в тишине и уповании «крепость ваша»? Как Он это делает? Как написано в Исаии 30.15. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша». Как я сказал раньше, Он хочет нас привести в место покоя. И привести в место тишины от всего шума и всей занятости. И затем Исаия 46.9. «И я беру Своей святой, не будет далеко, и Своей святой не будет линзер. Но я буду посвящен в Своей святой, и в Исраиле мой благо». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...